Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы продолжаем наш большой челлендж 100 эскизов. И сегодня мы уже будем рисовать аж целый 26 эскиз. Я выбрала футболку, но не обычную футболку, а футболку с интересным кроем, плюс еще с узлом. Заодно посмотрим, как рисовать разнообразные складки, завязки и так далее. Берем шаблон. Шаблон можно скачать по ссылочке под этим видео, посмотрите в описании. И у нас есть также другие шаблоны. Итак, сейчас я откорректирую шаблон. Мне нужны только руки. И я ему даже сейчас уберу ножки, потому что мы будем рисовать с вами только футболку. Соответственно, все на один лист мы уместим. У меня рукава даже не целиком нужны. У меня будет футболка с коротким рукавом, но вы сейчас сами все это увидите. Блокирую слой, на котором у меня находится шаблон. Выбираю цвет контуры черный, толщина обводки единичка, она классическая. Выбираю пунктурную линию и выбираю инструмент перо. Теперь я приближаю. Несмотря на то, что у меня футболка будет с такой интересной завязкой, у нее есть симметричные элементы. Я их сейчас нарисую, потом дополнительно уже дорисую асимметричные элементы и тени. Начинаем мы. Я люблю рисовать с правой половинки, кто-то рисует с левой. Это вообще не имеет никакого значения. А вот сейчас мы сделаем основу, а потом уже с ней будем работать и в дальнейшем смотреть, как что у нас получается. Такая вот широкая футболочка. И вот так соединяем. Теперь будем править линию. Я уже много раз говорила, что в Adobe Illustrator не нужно прям сразу. Вот я первый раз веду, и у меня линия должна получиться 100% правильно, ни в коем случае никуда не должна объехать. Нет. Линия может отличаться от финальной. Вы можете ее потом откорректировать, сделать ее по-другому, провести ее, стереть, удалить объект, нарисовать его заново. То есть в Adobe Illustrator это все допускается. И это все абсолютно нормально. Не надо этого бояться, не нужно этого стесняться, что как же так, я с первой попытки не провела, не провела линию. Ничего в этом страшного нет. Лучше провести пять линий и выбрать идеальную, чем провести одну, как бы не очень хорошо получившуюся, но зато с первой попытки. Adobe Illustrator терпит исправление. Это не рисунок от руки. Вы здесь не будете видеть следы от ластика и так далее. Это просто вот возможность для постоянного редактирования. И даже когда у вас уже вообще готовый эскиз, вы все равно можете туда залезть и там что-то такое сотворить фундаментально другое, и этого не будет видно. Если вы все сделаете правильно. Окно. Обработка контуров. Нужна она мне здесь. Сейчас мы сделаем здесь вот кисемочку по краешку. Сразу все это делаю, чтобы оно у меня было. И очень интересный крой. Не мой оригинальный, честно, я его подсмотрела, но захотелось его нарисовать. Смотреть, как это все будет вообще сочетаться. Вот сюда вот так вот он идет. Так, а здесь еще вот такой подкрайной бачок. Бачок я сейчас разрежу. Так. То, что все симметрично, я сейчас здесь отрисую. Все, что будет асимметрично, естественно, мы уже будем рисовать после. Так, это то, что мы видим часть спинки. Вот смотрите, вот этот острый угол. Не очень здорово, можно его убрать таким образом. Так. Ну давай. На задний план перекладываю теперь. Рисую часть спинки. И вот там еще тоже надо нарисовать тесеночку. Она же там и по спинке будет. Вот смотрите, я накривила. Лучше, конечно, это немножко сюда сдвинуть. Чтобы потом при слиянии все-таки оно у нас пересекалось друг с другом. Так. 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 И так. Вот это самое у нас должно внизу находиться. Правый камчик мышки на задний план. О! Я сделала ошибку, которую не делала уже очень давно. Я не создала новый слой, на котором я буду рисовать. И смотрите, у меня и шаблон, и эскиз, все на одном слое. И, соответственно, это жутко-жутко неудобно. Поэтому я сейчас все выбираю. Аккуратненько, так у меня шаблон. Заблокирован. И это удача. Ctrl-C, Delete. И, так вот, не все выбрала. Вот кусочек остался. Ctrl-C, Delete. Создаю новый слой, Ctrl-B. Вот надо на... Шаблон на одном слое, эскиз на другом слое. Не надо это путать, не надо это совмещать. Чего хорошего в этом не будет. Так, здесь у меня будет такая вот рукавца цельнокровенная. Здесь будет линия, которая туда будет идти. А здесь будет глубокая тень, которая это все будет показывать. С линией сливаюсь, да? Ну, здорово. Не хотела я, чтобы она сливалась с линией. Должны быть отдельно. Линия линия отдельно, контур отдельно. Так. Вот. Тень, тень, тень. Соответственно, сейчас мы ее сразу обозначим. Так. Здесь у нас будет вот такое движение. Отсюда будет кусочек идти вот сюда. Вот так. Позначу его линией. Так. Да и в общем-то все. Можно раззеркаливать. Из симметрии мы разобрались. Дальше будем делать уже асимметрию. Так, что мы делаем? Мы сливаем вот эти две части и выбираем их на самый задний план. Сливаем вот эти две части и тоже их задвигаем на самый задний план. Они нам не нужны. Горловинки. Тесемочку сливаем вместе. Спинку сливаем вместе. И спереди сливаем вместе. Так. Все хорошо там сложилось у нас. Здесь тоже тени встали. Здесь сюда встало. Все, все, все. Более-менее ничего. Так. Теперь я всему этому удовольствию даю заливку белым цветом. Вот. И теперь уже на этом буду работать. Это у меня сзади. Соответственно, могу немножечко притянить. Даже вот так. Здесь у меня тоже заливка. Тоже белым цветом. И, собственно, прелесть этой футболки то, что вот здесь у нее узелочек. Я чуть-чуть приближу. Соответственно, я рисую сам узел. Вот он, сам узелочек. Его другая часть. То есть он такой затянутый. И вот теперь мы от него и к нему будем рисовать складки. Сейчас еще нужно нам выпустить узелки, понятное дело. Как это вот тут будет смотреться все. Так. Отсюда тоже узелочек. Вот. Это такое вот, ну, как бы базовое мы нарисовали. Он же не симметричный. То есть вот он у нас вот здесь вот так внизу располагается. Теперь давайте работать с тенями. И как это все будет происходить. Ну, во-первых, вот здесь сразу скажу, что вот здесь будет складка. Глубокая теневая складка. Которую нужно же, конечно же, нам отобразить. Не хочу эти складки делать симметричными. Потому что они никогда в жизни не бывают симметричными. И лучше будет, если мы их нарисуем симметрией. Так. Туда она будет пролегать. Сюда тоже самое. Она просто может быть короче, например. Может быть длиннее, темнее, чуть-чуть светлее. В зависимости от того, с какой точки падает освещение. То есть эти вот складочки мы сделали. Теперь сделаю складки, которые будут объектные. Которые теневые объектные складки. А потом уже буду линеарные делать. Потому что у нас, даже если по классике смотреть, тень может быть изображена плоскостью, пятном. А может быть изображена линией. И вот в данном случае у нас будет и то, и другое. Ни от того, ни от другого выразительного средства мы не отказываемся изобразительного. А просто их рисуем. Сначала они кажутся такими более жесткими. Но, естественно, мы их потом выбираем. Даем им непрозрачность. И они становятся более мягкими. То, что я нарисовала уже тенью. Видите, они начинают друг на друга накладываться. И это нормально. Это задумано. Чтобы были в каких-то местах более темные варианты. Не попало опять. Я же хочу вот сюда добавить. Попало. Кусочек. Так. Что у нас теперь? Естественно, вот это место, оно у нас темное. Его нужно затенить. Притом достаточно так сильно мы можем его затенять. Сейчас я все-таки непрозрачность дам этому кусочку. Но намного легче. Вот так. Так. Будут складки располагаться вот здесь, вот туда. Они вот так будут идти. Не совсем вот эта вот линия корректно получилась. Но вот такая должна быть. Так. Здесь тоже складочка будет идти туда. Рисую сначала с одной, с другой стороны. С одной, с другой. Так удобнее рисовать. Туда складка идет. Потом мы им еще тоже непрозрачность доработаем. Сейчас просто основу нарисую, чтобы показать основные направления теневых складок. Потом будем дальше работать с этим. Так. Потом, вот смотрите, это такие основные жесткие усики, я вам сказала, я нарисовала. Сейчас мы им дадим теневую окраску непрозрачности. Потом будем еще рисовать. Тени же тоже разные глубины у нас. Вот так. Так. Теперь более мягкие тени рисуем. То есть они сейчас у нас в черном, потом мы им дадим большую мягкость по цвету заливки. Так. То есть непрозрачность мы им еще больше поставим. Убираю все. Сейчас поставим уровень непрозрачности. Вот это очень сильно. Это прям не видно. Вот так. Потому что если мы немножко цветом будем заливать, то оно, конечно же, вообще пропадет. Нужно понимать, что на сером это одно, а на белом это совсем-совсем другое. И на цвете это одно, а на фактуре белом это другое. Так, сюда тоже ткани. все сюда вставляем тоже сейчас выводим можно переснимать например такие же вот они будут давайте стрелька посмотрим вот видите уже как бы формируются что могу сказать можно вот эти складки сделать чуть-чуть помягче по насыщенности чтобы они были не такие жесткие и теперь еще добавлю линеарных складок здесь есть очень интересный инструмент называется он дуга мне надо немножко приспособиться как бы как она в какую сторону смотрит но крайне интересный инструмент могу вам сказать позволяет рисовать именно не нравится как рисует все-таки перышком тогда сейчас иногда дуга очень помогает со складками иногда нет и еще такой момент на новом случае все эти складочки буду рисовать чтобы у меня линии мои никуда не перепутывались ни на что они там не задевали ни за что так и мне нужны только линии не заливки а только-только линии сначала будут топоры как я их называю грубые жесткие линии которые прям думаешь ну зачем они мне тут такие это нормально мы их с вами смягчим не переживайте сделаем им красивый контур нам нужно просто вот эти складочки обозначить линиями здесь тоже будут складочка это чисто будут линии которые обозначают наш с вами красоту вот получилось такой букет не очень красивых как паучок мы делаем толщину 05 и вот здесь у нас есть в параметрах профиль линии вот и она сразу стала такая более игривая более красивая выбираем всю эту красоту переносим ее на наш слой с эскизом давайте поставлю на передний план а вот эти линии сейчас беру вглубь нажимаю control нажимаю правую кнопку буковка х на русской клавиатуре а либо скобка жесткая прямая в левую сторону которая вот и вот такая штучка у нас с вами получилось то есть футболка с более интересным обыгранным кроем на мой взгляд вполне себе интересный вариант для того чтобы с ним работать можем сделать все сгруппировать и уже пробовать покрасить цветом первый эскиз нужно аккуратно покрасить для того чтобы все это было мягкой сделано давайте например покрасим каким-нибудь пудровым оттенком сейчас я это подберу цвет такой вот кажется для данной футболки будет очень интересно это в цвете пудры вот здесь уберем цвет заливки то сейчас мы сразу все по заливкам и поправим все там что где так где не так оно все всплывет так здесь тоже тени за счет того что мы их делали универсальными серыми они хорошо встают находятся на своих местах цвет заливочки цвет заливочки и смотрите я вот эти вот штучки выберу залью их все-таки розовым и сделают розовый чуть потемнее таким образом задняя часть горловины и здесь тоже все это уйдет вот смотрите какая у нас получилась штучка мы можем ее перекрасить другие цвета для этого используя очень удобный инструмент называется перекрасить графический объект просто обожаю его например мы можем ее сделать сиреневой при этом нужно будет поправить нам два цвета вот может быть потемнее вот у нас пожалуйста сиреневая футболка или цвета фисташки также перекрасить графический объект основной цвет подбираем цвет который нам нужен и потом тоже еще второй цвет подбираем чтобы вот это сзади было здесь можно сразу потемнее вот пожалуйста у нас получилась футболка в трех цветах с красивым бантом спереди оригинальным кроем если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал в комментариях пишите чтобы вы еще хотели порисовать какие есть идеи обязательно буду смотреть обязательно вам буду а это рассказывать каждый вторник нарисуем эскизы поэтому подписывайтесь ставьте уведомление колокольчик чтобы ничего не пропустить а на этом все до скорых встреч пока пока